В Хабаровске прекращено расследование уголовного дела, связанного с обнаружением расчлененного тела в сторожке на въезде в СНТ Дзержинского в связи со смертью главного подозреваемого. По версии следствия, мужчину убил 56-летний охранник садоводческого товарищества, который за неимением своей недвижимости в Хабаровске жил на посту. Сторож скончался в марте нынешнего года от рака, а убитого им человека нашли месяцем позже. На останки наткнулся новый охранник, когда по указанию руководства полез на чердак разбираться с проводкой. Части тела погибшего были разложены по брезентовым мешкам. Уже на следующий день следователи установили, что обнаруженные фрагменты принадлежат одному человеку, и даже выяснили личность погибшего. Им оказался 48-летний бездомный. Мужчину неоднократно задерживали полицейские за различные административные правонарушения, и его отпечатки пальцев были в базе данных. По словам дачников, к прошлому сторожу часто приходил какой-то мужчина. Людям даже казалось, что охранник приютил у себя визитера, а в конце зимы этот человек исчез. Сторож заявил, что прогнал гостя из-за воровства. Чуть позже он спрашивал у одного из соседей, не поможет ли тот ему избавиться от тела. Удивленный хабаровчанин воспринял эту просьбу как шутку и не придал ей особого значения. В ходе осмотра места происшествия в данном доме были обнаружены следы, явные следы преступления, и именно кровь человека. По экспертизам у нас установлено, что кровь принадлежит нашему потерпевшему. Части тела были практически обескровлены и, по заключению эксперта, пролежали на чердаке около двух месяцев. А значит, убили бездомного еще в конце февраля. Погиб хабаровчанин от ножевого ранения в шею. Бывшего сторожа СНТ, его руководство и дачники характеризовали как человека непьющего, но весьма агрессивного. Следователи выяснили, что фигурант провел в колонии 18 лет своей жизни. Его судили за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего смерть пострадавшего. Судя по всему, охранник собирался избавиться от частей тела, когда сойдет снег, но не дожил до этого момента. Что стало истинной причиной конфликта между мужчинами, похоже, так и останется загадкой. Семьи не было ни у одного из фигурантов этого дела. С места происшествия Алла Баковкина, Юлия Рябцева и Андрей Алферов.